Если вы любите перекусить парой бургеров, но в то же время не хотите располнять и вести здоровый образ жизни, то это видео как раз для вас. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о 10 неожиданных продуктах, которые на самом деле являются полезными. Сразу же отмечу, что под полезностью мы подразумеваем то, что продукты из нашего списка будут хорошей альтернативой обычному набору блюд. В конце видео вас будет ждать бонусная часть, так что досмотрите ролик до конца. Приятного просмотра и погнали! Номер 1. Буррито фреско с бобами Учитывая, что американская сеть ресторанов быстрого питания Taco Bell славится своими вредными блюдами, например, такос дорито с сыром, слово «полезный» и «тако бел» не ожидаешь встретить в одном предложении. Тем не менее, заказав буррито фреско с бобами, вы получите настоящую пользу и точно не пожалеете. Сыр и сметана в этом буррито заменены на более жирный и калорийный соус «пико де галлио». Однако из-за этого блюдо не перестает быть менее вкусным. Помимо этого, бобы богаты клетчаткой и белками. Поэтому, выбрав в Taco Bell такой буррито, вы однозначно обогатите свой организм полезными микроэлементами и останетесь довольны. Посетители МакДональдса не зря часто заказывают себе на завтрак МакМаффин с яйцом, ведь он отлично подходит для того, чтобы подзарядиться с самого утра. Как известно, яйца богаты полезными жирами и белками. К тому же, желтки яиц содержат такие антиоксиданты и витамины, как лютеин и холин, которые способствуют улучшению работы мозга и зрения. В отличие от бекона и жирных дранников, МакМаффин с высоким содержанием белков и низким содержанием жиров зарядит вас энергией с самого начала дня. В МакМаффине около 290 калорий, и к тому же он содержит около 30% суточной нормы белков. Добавим к этому то, что в нем содержится всего 12 граммов жиров, и получим вполне неплохую комбинацию, с которой стоит начать утро в рабочий день. Номер 3. Чили Американская сеть ресторанов быстрого питания «Вэндис» никогда не славилась полезными продуктами. Однако их фирменная похлебка чили является исключением, поскольку, во-первых, она более приближена к вегетарианским типам блюд, и, во-вторых, содержит большое количество клетчатки. Помимо этого, чили может похвастаться высоким содержанием белков за счет таких ингредиентов, как фасоли, говяжий фарш. Также, как мы упомянули, чили содержит большое количество клетчатки, которое вы не получите, уплетая обычные бургеры и жирную картошку фри в каком-нибудь фастфуд-ресторане. Номер 4. Вегетарианский бургер Вегетарианский бургер, или, как его еще называют, вэджи-бургер, не только полезный, но и, на удивление, очень вкусный. В отличие от многих других вегетарианских бургеров, котлета в вэджи-бургере в меру сочная и пряная, а ее консистенция почти ничем не отличается от говяжьей или куриной котлеты. Несмотря на то, что в вэджи-бургере вдвое меньше калорий, чем, например, в опере, в нем практически такое же содержание белков, что и в главном блюде Бургер Кинга. Джуниор Ростбиф Номер 5. Несмотря на то, что американская сеть ресторанов быстрого питания Арбис известна многими вредными блюдами, Джуниор Ростбиф является исключением. Этот сэндвич отлично подойдет, если вам срочно нужно перекусить, но вы не хотите тратить времени на готовку или покупку вредных жирных бургеров. Джуниор Ростбиф внешне выглядит как обычный бургер, только он полезнее за счет высокого содержания белков и низкого содержания жиров. К тому же он очень вкусный. В нем содержится 12 граммов белка и всего 6 граммов жира. Поэтому этот бургер зарядит вас энергией, и вдобавок вы не будете переживать из-за того, что сможете из-за него располнять. Номер 6. Классический сэндвич премиум с курицей гриль. Макдональдс Классический сэндвич премиум с курицей гриль – это своего рода более взрослая версия МакЧикена. В отличие от этого легендарного сэндвича, сэндвич с премиум курицей гриль более полезен, поскольку котлету для него не панируют в масле, а обжаривают на гриле. К тому же помимо листа салата сюда добавляется ломтик помидора. В классическом сэндвиче премиум с курицей гриль содержится половина суточной нормы белков, поэтому этот сэндвич отлично подойдет в те дни, когда вы будете слишком заняты, чтобы приготовить себе домашнюю еду. Номер 7. Салат Цезарь Макдональдс В фирменном салате Цезарь из Макдональдса низкое содержание углеводов, и к тому же он менее калориен, чем бургеры из этого же заведения за счет большого количества зелени и овощей. Для придания салату пряности лучше всего будет приправить его заправкой под названием «Масло и винный вкус», а не жирными соусами. Также можно заправить Цезарь бальзамическим уксусом. Курица-гриль KFC Если вы хотите полакомиться курицей, но не желаете провести остаток дня с тяжестью в животе, то вы можете заказать в KFC несколько куриных крылышек, обжаренных на гриле. Некоторые рестораны KFC действительно предлагают такую альтернативу клиентам в качестве замены жирным куриным крыльям, которые панируются в масле. В таких крылышках будет на порядок меньше вредных жиров, натрия, холестерина и калорий в целом. Не забывайте, что в такой курице также будет много белков, поэтому это однозначно одно из самых полезных блюд у полковника Сандерса. Салат Туна Если вы решите зайти в заведение Данкин Донатс, чтобы перекусить, то мы рекомендуем вам заказать салат Туна, если он, конечно, будет в наличии, поскольку он полезен, богат на насыщенные жиры и белки, и в то же время мало калориен. Если же вы отправитесь в США и решите зайти в местный Данкин Донатс, то мы не рекомендуем брать вам мысленистые жирные круассаны, а взамен заказать фирменные рогалики, которые будут гораздо полезнее для вашего организма. Номер 10. Тако с барбако Американская сеть ресторанов быстрого питания Чипотли известна блюдами огромных размеров. Здесь вы можете найти гигантские буррито и еще более гигантские порции салатов. Среди всех этих блюд выделяется тако с барбако, которое представляет собой вкусный и полезный ролл тако. В одном тако с барбако содержится в 6 раз меньше жиров, чем в стандартном буррито из этого же заведения. Помимо этого, это блюдо может похвастаться высоким содержанием белков и клетчатки. Кстати, в тако с барбако содержится 500 калорий, так что им можно насытиться с пользой. И как мы и говорили уже, что в этом выпуске будет небольшой бонус, поэтому мы составили список из 5 самых полезных продуктов в целом. И давайте начнем с брокколи. Брокколи богаты антиоксидантами, очищают организмы, оказывают противовоспалительное действие. Поэтому это один из важнейших и полезных продуктов для поддержания здоровья. Считается, что брокколи также предотвращают некоторые виды рака. Чтобы этот продукт проявил свои полезные свойства, его нужно правильно приготовить. Если вы переварите брокколи, то уничтожите все находящиеся в ней питательные вещества и превратите ее в жижу. Поэтому рекомендуется готовить брокколи на пару. Это сохранит не только аромат продукта, но и все полезные свойства. Лосось Лососи богаты витамином В12, витамином Д и омега-3 жирными кислотами. Недавные исследования показали, что употребление лосося в пищу способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, снижению уровня стресса и депрессии, а также оказывает положительное влияние на способность к обучению. Поэтому при составлении здоровой диеты не забудьте добавить лосось в список своего рациона. 3. Чеснок 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 – это основной ингредиент в большинстве блюд. Его медицинские свойства, о которых писали еще в древности, прошли проверку временем. Чеснок может улучшить практически любое блюдо точно так же, как он может улучшить и ваше здоровье, поскольку он оказывает на организм антибиотическое и противовоспалительное действие. Чеснок стимулирует иммунную систему, разгоняет метаболизм и даже может предотвращать рак. Но стоит помнить, что чеснок нельзя переваривать, иначе он потеряет свои полезные свойства. 4. Яблоки Как говорится, кто яблоко съест, у того доктор не бывает. Я не знаю, кто так говорит, но яблоко – это отличный источник клетчатки и витамина С. Яблоки приводят в норму холестерин и уровень сахара в крови. Их антиоксидантное действие способствует выработке коллагена в организме, который укрепляет капилляры и вены и производит омолаживающий эффект. Таким образом, этот универсальный фрукт оказывает положительное воздействие на организм, поэтому обязательно внесите его в свой дневной рацион. 5. Овес Зерна овса являются источником растворимой клетчатки – важного сложного углевода. Употребление овса в пищу снижает уровень холестерина в организме и предотвращает болезни сердца, рак груди и рак толстой кишки. Да, может быть, овсяная каша на завтрак – не самое оригинальное блюдо, однако, ее очень легко приготовить, и к тому же овсяные хлопья стоят совсем недорого. А если вы добавите к овсяной каше ягоды и орехи, то превратите ее в суперполезный и вкусный завтрак, и организм явно скажет за это вам спасибо. Ну а в комменты напишите, какой бургер или какое блюдо из этого выпуска вы любите больше всего. Например, мне нравится дабл-чизбургер из Макдональдса – простой, дешевый и супервкусный бургер. Это никакая не реклама. В общем, поддержите канал лайком, если это видео показалось вам интересным. Вдобавок ко всему подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропускать все самое крутое уже завтра. Спасибо за просмотр, а также зацените несколько предыдущих выпусков.